Ваше предпочтение в клубнике и ягоде? Какую любите? Земляники. Земляники? Земляника садовая. Да. Вот это самое вкусное. Малина, когда ее собираешь, острая, можно пальцы наколоть. Она маленькая и кусты. А вот это почти в каждом доме есть. Вот там, где я жил в Средней Азии, у каждого грядочка с клубникой всегда есть. Она душистая. Из нее и варенье, и морс, и компот. А просто покушать. Божественно. Божественно. Вот это чувство натуральное. Главное, что это ягода, которая дарована Богом. Она не набирает вредных примесей, поэтому она чистая по определению. И если, конечно, ее не перекармливают нитратами, а у нас там специальные, есть агрономы, которые листовую ягностику проводят и смотрят, сколько в листике веществ добавляют только то, что нужно. Поэтому сейчас она проходит все сертификацию, и она лучшая считается. И если ее есть, то вы не заболеете, а наоборот, это здоровье живое. А потом я еще раз говорю, как только вы ее съедите, захочется подарить еще с вашей девушкой, и потом у вас будут прекрасные дети. Подарить, да? Конечно. По-английски, с названием давайте разберемся. Почему клубника и земляника? Что это такое? Значит, смотрите. Земляника от клубники отличается тем, что у земляники ягоды под листьями, а у клубники над листьями. Клубники всего 5% в мире. Всего 5%. Да. Но делится земляника садовая и земляника лесная. И есть клубника садовая и клубника лесная. То, что мы производим, это земляника. То есть она нормальная, натуральная. А я в справки вычислил, что это ложная клубника. Нет, это ложный цветонос. Цветонос клубника. Это не ягода, это ложный цветонос. Это как будто выродился цветонос, и он стал ягодом. Потому что агрономы знают, что это не ягода. Но кому это интересно? Главное, чтобы она была вкусной. Вот самое большое в мире потребление – это земляника. Следующая идет голубика, потом малина. Кстати, голубичное поле у нас тоже очень хорошее. 4 гектара мы посадили. Даже сквозь маску проходит. Великой роман.